Даня, так непривычно матюки от тебя. Ну вот, блядь. То же самое. Девочки какают, пукают, блядь. Пацаны матерятся. Даня, желаю тебе счастье. Спасибо. Саня, привет. Сколько съем квартиры обходится? Не знаю, может в точку попадете, попытайтесь угадать. Пытайтесь угадать, может быть, реально попадете в точку. Зачем девчонка, если есть правая ручонка? Согласен. Абсолютно. Абсолютно с вами согласен. Привет из Оренбурга. Привет, Оренбург. У меня там живет моя бабушка. Отца мама. Аланчик, привет. Куда вы там сегодня с Мандезиром утром гоняли? 55 тысяч? Да. С первого раза в точку. В точку с первого раза. Даже две говорила об этом в сторис. Так, что скажешь про эфир? Яна сказала, ты ей нравишься. Ну, что же сказать? Сказала, значит, нравлюсь. Что между вами с Яной Африкантовой? Ничего. Хорошо, что права не отбирает. В Литве за каждое мелкое нарушение права забирает на две месяца. Плюс большой штраф. Дороговато для Одинцова. Это не Одинцова. Для Одинцова было бы дорого. Бабич, общаешься? Нет. Да и не общался. Не общаемся и не общались. Покажи обстановку вокруг за окном. Ленинградский проспект. Там дальше Белорусский вокзал. Там мой спортзал. И там еще... Что ж там? Там Мариотт. Вот. Там Белорусский вокзал. Там спортзал. Поняли? Ясно? Ладончик, привет. Где твои прыщи? Тебе конвертом отправил. Так, свернул. В конверт положил. И выслал. Грылови, Анна Миншак. Теперь они твои. Теперь можешь их носить ты. Не хочешь машину продать? Вопрос встречный. Не хочешь машину купить? Может, купишь? Покупай. Купи машину. Тебе вообще по-братски миллион триста пятьдесят. Миллион триста, ладно. Миллион триста забирай. Приезжай сегодня. Бери. Яна, нравится, да? Скучаешь по Тане, да? Почему все едут и стоишь? Потому что все едут налево. У меня... Налево свободно, а у меня прямо, блядь. Заебали. Я сейчас, походу, буду объезжать. Втиснусь там. Я просто что-то затупил, блядь. Встал уже в эту очередь, в пробку и стою. Хотя уже тут ехать-то осталось херня. Мы всю ночь... А, мы всю ночь бухали. Фига вы. То про Таню, то про Яну. Я с двумя хочу быть. С Таней и с Яной одновременно. Прикольно уже, классно. Пробка. Нет. По унижениям скучаешь вообще, да? Не надо, стой лучше, а то штраф. Вляпают. Да нет, здесь бы, если бы я въехал, не вляпают. А, Даня, 25 градусов мороз или тепло? Тепло. Привет, привет. А, не матерись тебе, не идет. Постараюсь. Привет из Новосибирска, привет. Я с салона лучше. Бери салон. Москва это вечные пробки. Да. Ты общаешься с участниками Дома 2? Нет. Таня оставила тебе твои. Понял вопрос. Где настроение? Настроение в пробке, блядь. Ты красивый пиздец. Спасибо. Сегодня не в настроении ты. А, нет, просто меня выебала пробка. Сорок минут, блядь, стоять на одном месте. Конечно, блядь, и настроение, и силы, и спать захочется. И я понял, что я проебал все свои дела, которые после зала были. Я нихуя не успеваю потом. Все закрыто будет уже. А в зал, как бы, я собрался и еду туда уже. Многие участники переезжают в Сочи из Москвы. Что делать в Сочи? Кататься на Красной Поляне? Ходить по гальке у моря? Что? Есть хинкали? Ответить на вопрос. Назовите мне пять причин для переезда в Сочи. Зачем ругаться так? О, не знаю. Что за браслет красный? Красная нить. Захар больше не живет в Сочи. Ну, насколько я знаю, квартиру там снимает, но не живет. Работать пивной внизу. Работать пивной внизу у Захара в Сочи. Как вариант. Либо летом сладкую вату на пляже продавать. Не знаю, чем... Я не представляю, чем можно заниматься в Сочи. Если у тебя есть удаленная работа, если ты нормально зарабатываешь удаленно, тогда, типа, какой нахер Сочи? Камон. Куча других классных городов. Если говорить про морское побережье, ладно, ребят, давайте в Турцию хотя бы. В Турции лучше, прикольнее. Да и недвижимость дешевле. Интереснее намного, чем в Сочи. В Сочи не стоит этих денег. Отплыл совсем. Сколько по итогу было денег в Слорисе? Никто не угадал. Не могу озвучить сумму. Раз никто не угадал, сумму озвучивать не буду. Данечка, честно настроение, он классный, ведь парень. Да. Да. Нормальное настроение, просто говорю. Пробка задолбала. Яна нравится, да. Когда Яна будет рожать. Через 9 месяцев. Подари 5к, у меня ДРМ. Подари 5к, у меня скоро Новый год. 336 тысяч. Ну, хотя бы в конце уже не ноль. Потому что все писали 320 тысяч, 360 тысяч. Да, 300 тысяч, но не ровно. 362 тысяч. Привет из Казахстана. Привет. Не хочешь с Яной быть вместе? Хочу. Говорю, хочу быть с Таней, с Яной вместе. Не могу определиться, помогите. Тань, Хакасия с тобой. Хакасия. Абакан. Какой у вас там регион? 19-й? Не помню точно. Бля, вот не буду прям впускать. Я тот самый мудила, который вот как черт постоянно себя ведет и никого не впускает. Я стою, бля, здесь 30 минут просто. 30 минут, блядь. 30, мать его, минут. Или, блядь, не быть пидором и пустить. Что думаете, впускать или нет? Пизда, охота прямо боссать его, блядь, гондоном. Какой я злой, блядь, пиздец. Нельзя так. Просто говорю, блядь, стоять на месте 40 минут, ебать его в задницу, блядь. Ехал, блядь, в охуенном настроении. Я просто понял, что я все дела проебал свои. Просто все коту под хвост. Весь день. 19-й регион Абакан. Я знаю, у меня, друзья, с Абаканой есть. Ты Таня не потянул? Не, не потянул. Общаешься с жуковой? Да, общаюсь. А бензина хватит стоять в пробке? Бензина полный бак, да. Привет. А в Астану запираешься? Нет, не запираюсь. Положизни в Москве проходит в пробках. Да, это правда. В последнее время, честно сказать, очень часто разочаровываю своих земляках. Всегда наоборот. Восхлавлял. Но почему-то люди, которые... Ну, это как бы по нескольким людям не судят, как бы всех на самом деле. Меня очень разочаровывают некоторые казахстанцы, которые мне пишут всякую ересь. И таких ни один, ни два, таких реально много. Самое забавное, они на меня не подписаны. Они мне пишут всякую хуйню. Подписаны на всех других ребят. Им пишут хорошие вещи. Просто неоднократно замечал комментарии этих людей. А мне пишут всякую хуйню. Думаю, блядь, наоборот, блядь, гордились бы. Что, типа, чувак, блядь, из вашей деревни что-то добился, куда-то идёт, к чему-то стремится. Ну, типа, вы его даже знаете, раз вы пишете ему всякую дичь. А при этом, типа, абсолютно левым людям пишут нормальные вещи. Долбоебы, короче. И вот меня огорчает то, что, типа, слишком много казахстанцев... Ну, не слишком много, но человек 20. Я видел таких казахстанцев, кто мне пишут всякую хуйню. Я не общаюсь с барышем. Захар общается с барышем. Как столица. Тоже хочу в Дубай. Это моя мечта. В Беларуси езжай, только не езжай. Нахожусь рядом с белорусским вокзалом. Блядь, все лезут здесь. Я, честно сказать, типа, ебал пропускать, потому что я уже заебался всех пропускать. Я так вообще не даёт до зала. Субтитры сделал. Субтитры сделал. Может ну его нафиг спортзал Типа если нет настроения Не ребят Если нет настроения как раз таки Нужно занимать себя чем-то А спорт это Очень хороший способ Поднять настроение Как раз сейчас позанимаюсь Ебаные пробки блять спадут Это пиздец Потому что куда блять все едут я не понимаю Работайте удаленно Блять честь дальнем едет А почему не куришь обычные сигареты Или ты их тоже куришь Нет обычные сигареты я не курю Курю только Айкос Ага давай самое время Уъебаться кому-то в бочину блять Сейчас ребят подождите Подождите Аллилуйя мы поехали Вот видите сколько я сейчас еду Одна минута я в зале Стоял 40 минут на подъезд к залу 40 сука минут Здесь пешком идти было блять Три минуты 40 минут блять 40 минут сука Это ж пиздец какой-то блять Идти 3 минуты Ехать 40 Ебанешься Понтов много стало Да Каких только чем я понтуюсь Мне очень много говна стали писать Именно поэтому Я в штыки Ну как бы типа Многих людей воспринимаю Кто мне там что-то пишет И с кем-то возможно Да возможно я веду себя высокомерно В некоторых ситуациях Потому что то количество дерьма Какое мне пишут Типа просто обязывает Как бы вести себя так С некоторыми людьми И все Возможно это выглядит Какие-то понты Я не знаю Но я не понтусь Нечем понтоваться Какое же ты быдло Отпишись В чем проблема Я посмотрю на тебя На Твое настроение На слова какие ты будешь произносить Когда ты Подъезжаешь к месту Тебе ехать по сути 40 секунд до этого места А ты стоишь 40 минут И у тебя еще после этого Куча дел И некий Ну некоторые там Финансовые обязательства То есть рабочие моменты Я порой так смотрю И думаю Бля Сколько же долбоебов На меня подписано Это пиздец Не про всех Но Бля Типа таких людей Реально Очень много Находится Быдло Какое же ты быдло Да И не говори О Спасибо Что встал Прям на въезде Давай Проедь Бля Он еще и заехать Да не может Ну что Выезжать что ли Так Юляуш Ах этот Горький вкус Привет Бля Нахуя Он едет Бля С дальним Сейчас подождите Ребята О да Как я люблю Тупых людей Бля Давай Нет Ну как бы Нелогично Меня запустить А потом выехать По правилам Дорожного движения Как бы запускай Тех Кто заезжает С дороги Во двор А не кто Выезжает Бля Отпишись Ты Ты прикинь Решился За 25 лет Что решился Да Понятно Баба О бля Надо что-то Успокаивающего После консультации Доктора Потому что Это нервишки Это Здесь Еблоид В очках Бля Понятно Не удивлен Опа Карточка Карточка Парковочная Спортзала Ура Я в зале Нет Никаких успокаивающих Спорт Вот успокаивающих Сейчас я еще Прочитаю Что мне там написали Потому что Я смотрю Там какие-то умники Мне что написали Так Ну-ка Мальтишка Ебать Ничего себе Народу в зале Обычно В моем зале Очень мало людей И мне это Очень Как бы нравится Ну я надеюсь Я буду выезжать Уже никого не будет Я спокойно Уведу жопой Так Давай Плиц Прочти директ После эфира Прочту Катя 878233 Я подписалась Из-за Таня Сейчас даже И не знаю Зачем осталось Блядь Ну отпишись В чем проблема Но люди Ни при чем Ты грубо Разговариваешь И материшься Блядь Прикалывайтесь Что ли То есть По вашему Если человек Использует Матершинные слова В своем лексиконе Ругается Из-за каких-то Определенных ситуаций Без какого-либо Плохого Личного отношения К вам Человек сразу же Гандон И вам можно оскорблять Когда он вас Не оскорблял То есть По вашему мнению Это нормально К сожалению Я думаю Что вам нужно Пролечить Тоже голову Так же Тем людям Не обращай внимания Даня Ты это все Спасибо большое Приятно Даня Чем занимаешься В зале Пока еще Ничем тут приехал Ребятки Ладно Всех обнял Хорошего вам Вечера Я знаю Что очень много Нормальных Хороших Адекватных Людей смотрит Там Следит за мной То есть Вы не входите В то число Людей Про которых Я говорил Но типа Долбоебов Реально очень много Вот И Меня удивляет Типа Зачем быть подписанным На человека Который вам не интересен Который вас раздражает И которому У вас очень жесткий негатив Не понимаю Хоть тебе Вот Я на таких не подписан То есть Я не подписан На тех Кто мне не нравится Вот Я подписан Только на тех людей Кто мне По каким-то критериям Импонирует Да Непристойно Выражать эмоции Всегда были образованы А ничего не изменилось Я как был образованный Я так образованным И остался А то Что я где-то Матерюсь Я же вас Как-то Я же никак вас Не оскорбляю Типа Я могу выражаться Так как я хочу Как я считаю Правильным Удобным Для себя Нужным Я делаю То, что мне По кайфу То Как бы Что приносит Мне удовольствие Веду себя Так, как мне Комфортно Если вам не нравится Вы можете Просто пройти дальше Все очень просто Если мне не нравится Как какой-то человек Себя ведет Я просто Ну Не окружаю себя Такими людьми Я окружаю себя Исключительно теми Кто мне Импонирует И в моем кругу Те, кто Мне импонирует Это более чем правильно Я считаю Что нужно так же Давай пока ждем Пузиков Сторис Вот Поэтому Делайте Что по кайфу Вот что нравится То и делайте Следите за теми Кто вам нравится Не нужно Тратить Время Нервы Раздражать себя И следить за теми Кто вам Не нравится Если у вас Есть какая-то Зависть Не завидуйте Зависть это очень Плохое чувство Ну как Точнее Плохая черта Правильно будет сказать Я Никогда никому не завидую И правильно сказал Воля Были достаточно Грамотные слова Я абсолютно С ним солидарен Считаю так же Что Никогда нельзя завидовать Какому-то человеку Потому что Ты не знаешь Какова цена Того Ты не знаешь Какова цена Типа Типа грубо говоря Какую цену человек отдал Чтобы получить это И прийти к этому Не знаешь И никогда нельзя завидовать Человек может иметь все Но Искать самое простое То что есть у обычных людей Человек может быть там Очень популярным При этом быть там очень богатым Но Не иметь родных Либо Так и не обрести Своё счастье Свою любовь Поэтому не надо Завидовать Никому Никогда Вот Если У кого-то из ваших знакомых Либо у какого-то человека К примеру Есть там хорошая машина И вы тоже хотите Такую же машину Не надо завидовать Ставьте просто цель И идите к этой цели Достигайте этой цели Стремитесь к этому Потому что Потому что Тупо сидя На попе И завидуя Этому человеку Во-первых Берёте на себя Грех Это раз А второе Вы так и не придёте К этой цели А так и останетесь Блять Завистником Сидящим на заднице Привет, Сань Привет, родная Поэтому Не завидуйте Поднимайте задницу И делайте Делайте то, что вам нравится Всё очень просто